Так, знакомьтесь с моими друзьями, скажем так. А, вы знаете, сейчас, это Дикий Рынок, сейчас я вас познакомлю. Дело в том, что кино-то я снял, все, что было кино, параллельно покажу, потому что у нас как-то странно, один на одном сайте, другие, один на одном канале, другие на другом, и получается половину видит, половину видит. Сейчас я себе чик-чику подарю. Продолжение следует... 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 разбивает махом и тогда я взял шарографировал сказал себе вот сказал себе значит вот пример пример того что из-за этого ехать опасно давайте и смотрим дальше мои это я человек не понял говорит он думал что я продал это ведро это я подарил наречанина земляку и это есть фильме это подарок да вот и я стараюсь подарил не мог не подарить это как раз для долгого хранения это для транспортировки яблочки это белый мир и самое главное чем говорю я всегда со скрипом косточки уходят и неизвестность вот что поэтому я отказал товарищу который из каннского района а это я был вынужден вынужден вынуждены куда мне деваться когда земля и он меня выручал потом начать так смотрите сюда я поехал по его просьбе я эти дикеры на вида официального рынка я не доехал я знаю сам всегда по слухам двое-трое торгуют бедрами а я туда не доехал храма дичайшая а дикий рынок это когда проезжаешь всем говорю может это ближе проезжаешь мальскую без мост но я лишь прямо в червушки и где-то на полпути нами театр 10-15 то есть я сделал крюк 10-15 километров и оказался на этом рынке вот это одна там продавала сразу смотрите 1000 1300 за такое ведро абрикосы отборнише спросите чьи или филиппева или железного или как вот тот черемушкиница в котором сохранилось еще даже первых называемых первопроходцев вот получается что или кто-то из первых а или или а да да все все вспомнил вспомнил спрашивает вот это то ли там это ли то они разбежались стесняются фотографируются вот стесняется и все спросили меня это как сортина сказал байлевицкий а вот этот плохо видно но с этим помельче и чуть-чуть сразу а это серафир причем приблизительно почему опять может я продал это как серафим она еще крупнее стала вы видите а претендента может быть несколько почему отчет и кто кого купили люди не помнят видите как идем дальше следующая фотография видите вот а вот это я рассказал вот это крайне ведро я сказал что это серафим вот у нас красна а это байлевицкий они сразу они королевские ли дело том что королевский тоже стала желтеть желтеть у королевских он красивее всех он красавец а это или бывший королевский но не могу я знать может это с моего дерева вот мной выращено моими руками или филиппе володя это современники или кого-то из этих первоначальных товарищ но скорее всего это фильм это левицкого и наконец еще один продавал и вот получается вот такое ведерко 650 но скорее всего а вот такое 1300 в общем я считался перед человеком так и он не позвонил и хорошо поговорили решил рискнуть вот это изобилие будучи несколько дней говорит сказали мне вот эти товарищи вот эти вот чьи ноги вы видите эти товарищи мне сказали ну какое изобилие эти десяток ведер они должны были первые турист должен был все забрать первые но ведь на моих глазах подъехали цену спросили дальше поехали ведро за 1000 рублей у них есть это качество а люди не умеют торговаться как я умею мне это тоже мало помогать но никто из них не пользуется ядом абрикосы абсолютно здоровые прошлом году я топал ногами они вспомнили меня вспомнили как не подходит секатором я узнаю пальцы обрежу я шутя говорю но они меня слушали открыл рот я для них супер авторитет я сказал не подходи даже к яблоням и уж конечно абрикоса и не подходили и вот они привет а то в этом криво абрикос нуждаются в ежегодные обрезки это в сибири придумать такое ну чё отчитался ну а так как я фильм снимаю под ними появляются вот такие комментарии здравствуйте не могу остаться без участной прошу вас поберегите себя для родных и близких а также для нас который уважает ценит вас труд оскорбление является обычной наградой за хорошую работу как сказал бугаков бугаков ну бугаков классик ладно будем считать что оскорбление это награда а шо мне все все делать мне за людей обидно и такое написать мошенничество и как-то второе слово обман только дички вырастают сотня фотографий ни одного дичка ну хоть бы один хоть бы хоть бы один ну ну чтобы вашу пользу работал я уже в отчаянии вам предложил все что у меня есть я вам дарить буду я вас уважаю вы кандидаты вы знаете что только только хороший человек может привить тысячи саженцев и посадить замечательный сад и продлить иначе садоводы гордитесь сыном он замечательный он меня превзошел этот сын говорит я не буду выращивать черешни они почти везде замерзнут замерзнут почти везде это его слова вот поэтому я их никогда выращивать буду так сколько я убедил хоть немножко шелковицы вырастить деньги то надо же если человек хочет мой случай уникальный десять лет назад человек сказал я сейчас высылать действия надо помните какие цены мне сказали меньше я сейчас высылаю 10 тысяч вы вырастите то есть до осени это только укорениться еще год и тогда и вы мне продадите и 10 тысяч высылаю сейчас каким трудом я отговорил вот такие письма в печку жизнь настолько коротка тратить свои нервы не стоит а герой не спрашивает помните это я так чтобы не было грустно я помните юмористку этого самого этого нашего номер один юмориста значит решил стать научиться научиться как сказать фэн-шуй не фэн-шуй сейчас вспомню короче не чем не подать такое состояние медитацию да вот и вот он впал медитацию лежит якобы лежит и говорит ну одно забыл второе забыл третий говорит спокойствие только спокойствие дочка съела все банки с солеными огурцами спокойствие только спокойствие ну как я могу не тратить нервы они же не спрашивают нервы понимаете допустим мой оппонент говорит обрезка на кольцо безобидно живет он вместе достаточно таком благоприятном уже тут же отъедешь несколько километров и уже там допустим каждый год 40 за 40 знаете вы что превратили в новонисейки сад я не рассказывал очень давно пора вернуться с помпой с оркестром вся школа дети работы было много добрую тысячу посадили ранеток так вот с участием преподаватели и агрономов это же колхоз агроном то есть посадили ранетки через несколько лет размер плодов они заплодоносили большая часть выжила те которые по ошибке там было вот так вот которая по ошибке в ямки посадили еще ямки сделали и сгнили но такие где-то не больше четверти 5 а больше сейчас живы сейчас и дает вот такие плоды они даже не знали что что получается а кто людей научит переучит они же и сейчас он стоит как этот сад целенький там и мертвые стоят их никто не выбирал но где-то 4 5 живые а дают очень большего урожай вот таких вот то есть практически не одичали на состояние сибиры и сейчас живы и не взяла их даже вот это вот так называемая ну то что я назвал бактериальный рак слова бактериальный это правда рак я выдумал чтобы жуть и нагнать бактериальная болезнь а она их не трогает но если их нельзя никто я проезжал сколько раз никто ни одну ранетку не сорвет потому что они практически несъедобные никто их не использует там на компоты на соки хотя можно было бы понимаете что получается я должен тратить нервы потому что если чек в нескольких километрах у него более-менее благоприятно и рано на конце не убили его сад нельзя за всю россию чтобы человек в другом месте за 100 километров за тысячу а ну слава богу значит железовый херней занимается буду резать на кольцо удобно особенно нижние ветки не мешали не мешает помните я показывал эту даму которая сказала отрезала до метра все ветки можно спина болит чтобы ему не нагибал вот это козырь это причина невероятнейшая отрезать искалечить деревья потому что у мужа больная спина и она эту лекцию читает полный зал народу слушать ее как эту как родную она не родная даже не двоюродная она предатель вот так идем дальше трофима хочу вас поддержать это кстати не часто бывает я с удовольствием читаю на расходы те времена такие как эта дама внимание совсем пособили с интернета доступность всякий может им сессию что будет я считаю пора дать команду фас и буду об этом говорить вы пишите не обращайте внимание кто вы пофигист кто как бы вас назвать хороший человек а я нет я внизу сразу обидно это значит я должен продолжать чтобы вот это перед такими не оправдывать не оправдаетесь да не оправдаюсь я перед вами надо продать чтобы не слушали людей которые говорят что не сделав ни одного распила поперёк вся страна весь мир не сделал никогда распил и не видят во что превращается вот эта рана вот как когда через неё пошел мороз самое интересное что они требуют и я покажу меньше трех сантиметров три сантиметра правильно уже не надо даже замазу чем думают дальше а вот это да долгие продолжительные аплодисменты открытие и как садовода хотя бы давно общаюсь лучший мед который в жизни я пробовал раз вот он меня познакомил вас с этого самого а вы видите эти листы это что вишневые листы нет это явный гибрид вишни черешни явно и где-то когда-то на алтае уже внедрили что надо делать читаем здравствуйте валерий константинович смотрим ваши видео слюни бегут у меня тоже у нас тоже с морозина малина вишня похожая на вашего вы вишни назвали а это гибрид смотрите по листьям дружище это не вишневые листья это гибрид садили куски этой вишни черешню второй раз от вас ничего не зашло кроме волосы еще вот посидит зайдет она сама всходит если у кого есть хороший цвет покажите чем мы сделали пробах выставил вам гостиниц медок с уважением к вашей семье андрея елена капустина вот я хотел его раскручивать начинать пока отказался так вот смотрите вишня настоящая вишня вот такая вот она и даже будучи непривитой она эти качества практически не теряет и тогда у вас есть возможность чистой совестью продавать из косточек выращенные саженцы а вот сколько ну да вам столько вот обидитесь садите косточки выращивайте и продавайте а мы будем раскручивать чтобы у вас постепенно научились общаться потом покупать получать эти деньги адрес телефона и высылать вот так вот это не все вот таких людей так уважаю это не все с вишней разобрались ну на секундочку ладно я никогда не открываю видео хочется потом это звук расходится на секунду вот это на все скажите я могу считать его конкурентом врагом вот как меняете самое вот андрея елена капустина это волшебники уже то что их не съели пчелы для меня с тобой живы имея много пчелиных курев и вы еще живы а вы еще мне без всяких условий медок выставили а я вам без всяких условий косточки выше но уже свежего урожая почему я вам советую значит у вас более вы на Алтае у вас более резко контентальный климат чем у меня у меня у вас вот такие питья у меня вот такие сглаживаются чуть-чуть ночью теплее на градус 2 в любое время зимы летом чуть-чуть холоднее ночью нет не так чуть-чуть холоднее чуть холоднее днем и чуть-чуть а ночью наоборот и так сглаживается и тогда получается что если вы как я вот эти вот этой косы будет торговать вот однажды алтай для меня открыт был мне с помощью трусун полотноскобила у меня в запасе много таких историй 10 лет назад приехал вот такие глаза константинович там все погибло как все там были морозы до 50 примерно так вот сказал а все как в это все смело но я уверен что во первых погибали не обязательно ранированы так не обязательно те которые то время-то я туда ничего не высылал 10 лет назад шоу я мог выслать ну редкий случай так значит кто сказал что мои бы погибли но мы их там не было вот итак вы сейчас видели видео вы сейчас видели видео еще раз ой любыми этих ребят вот они поняли итак вам нужно начинать с нуля то есть моих а я вы меня дурцы ждите мои косточки на всякий случай помилю ваш адрес телефон от руки найду мне эти числе это сам телефон это у меня много данных пропало вот это я вас прошу значит это я вас прошу я хочу и у вас не только мед там перга там еще то 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 вот и меня есть кого подлечить из моих родственников есть кого подлечить так что очень ваш медок придется как надо вот и у меня кстати проблем я ваш медок ел ту посылку я извините мне пришлось много раздать я не могу вот так отдавиться когда у столько людей больных вокруг вот и тогда ваш медок кончился моего съели даре значит у меня повышенный сахар меня ругает за то что я ладно от сахара отказался сахар только гости чай пофиг кладут а я никогда но я кладу четверть чай на ложечки меда даже по ложечке никогда никого чай не а мне говорят и тут есть сахар но я считаю так если тут есть сахар у меня держится опять 6 8 8 6 вот это еще не смертельно вот но отказаться от меда не могу что такое мед особенно ваш андрей ваш лена ваш мед это волшебство это сказка как я могу отказаться нельзя всего взять отказаться поэтому спасибо огромное рассчитаюсь с косточками уж не пожалею причем свежие будут начнут играх так видите как я разговаривался вот это последнее дерево деревья мои лет восемь прожили чужом саду потом я выкупил этот участок построил вот это вот видите беседку и все три плодоносили вот и потом одно погибло страшная рана я показывал те годы из 5000 фирма несколько было посвящено вот этим это колески абрикос это чудо они абрикос потом а я а не знаете что у других качество расплывается а у меня то сад тут было только 3 это потом я картофельное поле засадил когда выкупил участок для лимон а то тут момент ума персик персик заплодоносил а воду убил зарезал вот вы знаете сосед зарезал персик потом взялся резать зарезать абрикосы погиб один через два года 2 и наконец третий он уже там половина крови сухая он умирает урожай 5 или 8 штук все и впереди его ждет смерть сто процента уже рядом растет двух-трех метров уже замена растет и замена уже вот такая вот трехлетки я похвастался и быстро ворачиваю так всегда надо делать но главное что вот это дикое невиданное когда отношение к этим деревьям как столяра плотника как будто это столярный цех а не сад и вот это скорость им рассаду а там же мои королевские на том через дорогу напротив тут геологов-1 там нет тут геологов-2 там геологов-1 вот и тогда перейдете через дорогу и уже часть уже сыпется вот такой же абрикос мы сейчас на дорогу сыпется и люди ходят и собирают я вам сколько раз показывал хвастался а потом дальше идешь королевский бай манитоба вот и они все живы и никто из них помирать не собирается раны есть раны я называю морозобой но деревья дают сейчас и помните две недели назад это было чуть-чуть в июне месяц я вам показывал я на самом деле 300 метров до полутора в начале июня он весь извечены у него дупло в дупле живут эти самые муравейники так было мы их трогали тепло мы их этот имитировали воздух мы в мураве трогали на дереве ни одной клинки и в июне месяца просто от метра до полутора это был кино я не преувеличил а вот эти вот сосед убил и вот так убивает почти вся россия кстати обратите внимание только сейчас заметил а вот он растет вот он вот он вот он вот он вот он жировик вот он ненавистный всеми вот он его надо срочно уничтожить срочно вот это вот видите вот отца вот он пошел прямо это где ненависть к нему такая страшная вот сосед все рубил последнего уже умирает при мне а как он разделался с персиком у него был только первый рожай персиков не укрытый я гордился этим ну а дальше понятно темилеевская академия а как же на планете нет ни я еще раз это очень важно еще мы готовимся книги издавать очередные это принципы обрезки это значит что на планете нет ни одного дерева настоящего ценного практически здорового все надо искалечить привести к какой-то общее показать причем не важно они не знают что абрикос и груша для яблони и груша это абсолютно разные виды разные геномы у того стержневой корень у этого нет у того этот самый вы сколько раз и говорил пирамидарную хрону у того это раскидистая нет приведем в общем это минате вот вот это страшная вещь и это тимирязевка вот почему я говорю дайте на это самое на наших туда запустите сибиряков как когда-то спасали москву наши эти самые сибирские сибирские охотники которых собрали и отправили на фронт вот точно так же сейчас надо всех наших ребят десяток туда отправить и тогда мы исправим это пять лет без этой дури это же настоящая дурь они не знают они не знают этого это сайте мальчик они не знают что это дурь просто не знают они хорошие люди у них преподаватели как учили 100 лет так и переучивают до войны после войны все это вот так сложилось а вот это вот я почему не выдержу вот это все увеличу смотрите и так вы видите дерево абсолютно больное обреченное у него уже сгнило так но ты менять руки вам обязательно почистят заставить почистить вот это вот так вот это все почистить вот это все якобы это болезнь везет от ну на данном случае грибы уничтожает уже мертвую деревянную это их работа они этого не знают даже вот этого а у меня получилось так что я когда с помощью моего брата вмешался посмотрите ни один десяток советчиков не заметил вот эту рану вот она кроме нас братом вот это что по вашему это страшная рана да еще у самого основания где где сыра невероятно дальше идет муча муча толстый слой основание штамба похоронен там основание штамба там находится и корневая шейка а если привитое дерево то ее вообще не существует и когда дерево не привитое и корневой шейки не существует спасти дерево невозможно если только не будет совершенно проветривая нижняя часть даже без корневой шейки но это же обыкновенная это как сказать ветка она же сделана была из почки а почки из боковой ветки значит здесь генетически нет корневой шейки но чтобы она продержалась хотя бы эти дерево не сразу погибло но довести до этого состояния могу двумя путями первое страшная рана куда добрался мороз само собой возможно это главная причина а возможно вот здесь под ней все сгнило давайте читать человека вот эту наталью давайте давайте это мой брат кто еще не знает вот вот это милая женщина вот эти это видели да да я посмотрела передайте благодарность брату за заботу это мне передает поняла его совет внимание убрать из-под яблони ведь аукнулась же а мой совет аукнулся убрать из-под яблони мучу причину заболевания ну тут каждый понимает меру своей это сами знаете своей грамотности но не мульча виновата а вот ступи ты этого господи сколько я вам показывал как от ступи ты полметра метр и рассыпай ты эту мучу качестве удобрения ну можно даже ближе чем полметра но ради бога не засыпай корневую шейку а если нет ее просто не засыпай место где границы земля воздух земля воздух не засыпай а она что она больше уберет но дерево она уже не спасет она готова она готова все но все-таки совет пригодится убираем мучу но больше вот так вот не было она уберет но к сожалению вот она пишет причина заболевания не муча комитет а ее расположение поэтому вот аукнулась старый спор аукнулся да видите среагировала спасибо еще одна выпускница семерезовки подвернулась эта фотография я эту книгу не читал а вот она продавалась это была какая-то бешеная реклама я видел десяток раз это значит что купили 5-10 тысяч рублей а то еще купили два дальше опять вот вот эти приемы их смертельными еще раз объясню вот это целую книгу читать вот такую вот только для того чтобы уничтожить дерево а она не совсем садовод она как это называется флорист флорист это когда делает красиво шары пальметы треугольники они не знают что дерево через месяц-два теряет эти коровы надо резать резать они-то что она же успела заработать на книге обрезка деревьев зимой обрезка плодовых деревьев осенью как как можно было почему ее выпустили семерезовской академии и это мучили так и не надо быть умная здесь не надо жать и вот таком же сидит савинич иван брат наш это сама или на сервис который все знаете она редкий случая когда ученый на стороне кстати уже кандидат наук продать так вот значит он сейчас несколько часов сдавал экзамены по интернету как называется дистанционно да когда я увидел вот эти когда я увидел несколько листов мелким почерком эти формулы я инженер я гидрометаллур который считался самый грамотный на низовом заводе не просто грамотный именно гидрометаллур гидрометаллур не все они самые умные а вот в этом направлении вот когда я увидел что его на чему преподают и он свои сколько там 17 лет кажется это все понимает а здесь то прочих парень арепы ветки растут внутрь и уберем ветки растут вырежем ветки растут вниз вырежем вертикально вырежем нижние скелетные вырежем волшки вырежем все вырежем 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 и зимой и летом а откуда и знать только ветку а еще вырезаем сами знаете как вот это самое страшное когда целиком вырезать ветку так и она думает все осветлило и ума не предлагает что совсем другом месте на этом деле так как здесь появляется прореха это касается особенно груш вот отрезали ветку получились прореха солнце сюда заходит ура урожай будет вот сюда попадает влага и она скользит по штамбу уничтожая его за несколько лет я уничтожал я знаю ясно приедешь я покажу но мы где-то два метра от пива мы знаем что населезка лет умрет но нам надо боковые победе нам надо прививать нам надо веточки продавать а надо сальвы привитые продавать и мы за несколько лет уничтожаем грушу зная что когда я отрезаю вот эту верхнюю половину по ней течет вода вот я вижу я знаю я знаю что специально я убийца этого дерева я опрек его на муки но это только для того чтобы выжить и чтобы у вас такие были но чтобы вы уже этого не делали получили от сергея дерево и уже не смейте вот эти вот вот это все что он это же с таким сладострастием это ужас какой-то таким сладострастием летом только отрезал ветку тут же просыпаются почки которые никогда не уже не могут это выжить до зимы я тоже а осенью вот эти сияющие раны допустим уже не проснуться я показывал сентябре просыпаются сентябре делаешь обрезку соседние почки просыпаются и умирает уже зиму мороз а она не знает а вот это отношение не как живому дереву это отношение как к вот точно стулья столы делают вот это но это же живое дерево его нельзя превращать в этот самый ваши эти пальметы вот пожалуйста все тоже случайно скажите мне пожалуйста где увидите 20 июля где увидели сверху ну бисерская ну покажи мне хоть одну ветку лишнюю это при том что еще заморозки были что это еще не полного два раза больше был а это я не могу оставить покоя смотрите еще раз может быть потом я из комиссии буду молчать пока не появятся новые слушатели и так бедная женщина который 7 год не извинилась сейчас поймете к чему там ниже есть реакция титим я же и так человек пожалуйста 7 год урожая нет ему было предложено отрезать вот эту ветку слева а вы внимательно смотрите это ровно половина дерева то есть якобы если мы отрежем вот здесь будет страшная рана по диаметру больше диаметра вот этого оставшегося вот этого вот поняли нет вот эту если отрезать правую это рано совершенно безболезны якобы пол дерева уже нету вот так же как видите вот представляем что я вот тут половину взял вырезал пол дерева нету теперь еще раз два три я прикинул это примерно от оставшись от огрызка назовем это правый ствол огрызком от огрызка забираем еще процентов 50 вот эти три ветки это процентов 50 ладно 40 и тогда четвертинка остается со степени страшными мембранами вы что женщине посоветовали вы с ума сошли посмотрите глаза этому темирянской академии учат это я повторяюсь потому что успокоиться не могу вы после этого взяли бы и сказали пошутила не пошутила вот что есть другие варианты ну ладно не отрезайте есть другие варианты а то уже вон и вон уже цветы все почки уже оставлю по покое нет чтобы плодоносил надо отрезать четыре скелетные ветки причем большую часть кроны реакция одной из тех дам я заступался за деревья нет за это вас занесла в чрезвы не нашего час была вынуждена закрыть свой профиль победа 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 но смотрите чем это почему она выглядела здесь если мягко говорить ну назовем просто ну как бы назвать то она же грамотно мне рассказали вы что он так ее подруга сказал что у нас шикарное образование но они не помогло бы уничтожить это дерево и здесь и женщина послушала она уничтожила это дерево так его когда таких случаях набралось она вынуждена закрыть я из посвятил несколько фирма помнишь брат так вот сейчас я почему говорю потому что она не заканчивается это все у вас уже ученики раз ваш ученики расползлись как тараканы по интернету им всем нужны лайки слушайте дальше у вас есть оправдание я плохо чем я лишил вас чего лишить тысячи людей получать полезную информацию о ворачивании растений уходе за ними борьбе с вредителем болезнями дадут эту фотографию надо было бы уже это самое сами знаете что вот это получается что вынуждена была почему выглядела неубедительно согласитесь не убедить она выглядела неубедительно эта дама это значит что люди стали на мою сторону когда я спасал дерево от этого вот смотрите вот это ваши советы я долго не искал перекапывание приствольных кругов осенью это вы посоветовали перекапывать приствольные круги осенью вы поняли вы посоветовали это страшная вещь это предательство и вот значит получается так ответ он был такой уважаемая надо было брать в это время я не буду уважаемая это один из самых опасных и к сожалению распространенных агроприем тяжелый бесполезный труд искалеченные корни гибель червей грибов бактерий все печевой цепочки это что я решил вас возможности вот это вот а это еще это это ваш совет перекапывание приствольных кругов осенью это ваш совет идем дальше еще не все перекапывание уничтожение дернового покрова защита от морозов подмерзание или замерзание корней ради чего этим а кстати она всегда советы давала когда люди прислали фотографии больных деревьев этим вы добьете уже больное дерево у которой десятки других причин заболеть а вы не знали давай а почти совет ну а дальше черт вот она ее советы не зная причину болезни как правило это корневая шейка гнилая посадка в углубление когда садится саженец он с искалеченными корнями из целой кроны он сразу переходит разряд инвалидов вот это бы надо сказать а вы вот отвечали вот наталья а вы наталья вы когда ямленьку садили вы пол крона убрали наверняка вам прислали с больными корнями с искалеченными нет никогда нигде вы ни разу не сказали то чего я толдыча обязательно обрабатывать фунгицидами кроны все где весной и осенью но есть я ни разу не обработал у меня абрикосы лежат я по ним хожу я уже топчу их мне нет места пройти мимо я ни разу не обрабатывал значит возможно такой вариант я сказал обрабатывают том же самом том же самом где где я с вами уже успел побывать дагестане до обрабатывают они вынуждены их обрезать чтобы у них были качественные назовем их калиброванные плоды где обрезка там болезнь а надо резать а если я этого не делаю зачем не обрабатывать зачем людям обрабатывать вот и вот пошло бордоская жидкость медный купорос вот еще ничего не случилось еще никаких нет этих болячек а уже все мочевина железокупорос и самое страшное спилы больше 30 процентов замазывать три сантиметра вот три сантиметра вы же учите не замазывать эти раны ура и скалечил а резать не надо вот так зачем вы так все это самое вот когда я это у меня это аукал из потом вы помните что я про это еще вам ни разу не это что это аукал из осенью осенью не комментировал про то что вам нужно купить половину этого самого как называется половину магазина и весной и осенью и до набухания почек и ничего еще еще опадающие листве опадающие листва это абсолютно безопасная подстилка так называемый абсолютно да мне может быть тот же самый период и же зима кто только не ночует но трогать ее нельзя просто нельзя это не ваше дело это дело самого дерева самого сада это сама надо новое слово как это называется эти хозяйство как с ним самодостаточное сейчас как же как у людей то есть она сама она сама образует сама сама существует без нашего вмешательства вот это и получается если теперь она не будет больше этого совета ведь она же закрыла эту свою это вынуждена была понятно почему и теперь каждый чек уже теперь от меня она не она закрыла она не могла после этого взять после моей критики и написать замазывайте даже самые мелкие раны это что во-первых если вы советуете десятки сотни ран конечно их трудно и вот пишите меньше трех сантиметров не надо пожалели людей а дерево пожалели это тема я пропускаю тебя и академия все равно должны закрыть вот так как я преподношу вот студенты выходя оттуда не умеют выращивать сад это главное все остальное потом все остальное потом они не умеют врачи сады они понятия не имеют как выращивать сады а теперь смотрите что это темная академия продает вот это жуть не зная смотрите внимательно не знаю что нижние скелетные ветки нужны дереву они их уничтожают получают высокие деревья а корей из гулькинхи этот самый вот и тогда эти деревья надо закреплять так на ближайшие годы уже чуть ли не зелевитонными столбами понимаете потому что они падают будут падать падать если они покроются листами это такой рычаг архимеда это что качественные саженцы это дрова а сюда смотрите а это не дрова вы представляете сколько веток чтобы получился якобы саженец якобы смотрите внимательно якобы саженец вот тут несколько верху несколько веток остается а на расстоянии около метра еще поближе показать еще ближе покажу вы видели что их отрезали секатором зачем вы их отрезали секатором а темиазинская академия ведь это с вашего сайта а еще не все сказал а вы знаете что вот это вот они они не выросли в этих в этих самых нет их ставили присыпали землей и отправляют их на продажу подклассивые никто не спросит если взять 1000 человек 10 тысяч человек ну сколько вы можете продать за год ну 100 тысяч саженцев якобы сами растили ну допустим сами растили допустим они перекупщики правда тогда не смог ваш агроном ответить откуда дровишки если у них абрикосы так и признался что у нас теми альфовская академия абрикосы на плодоносит а откуда саженцы ну допустим ваши зачем вы их искалечили и вставляли то последний момент вы смените вот это вот вы видите вот эту же почву я что дурак что ли ведь стоит им только привести разрезать и голая корня и это при такой это голая корня при таком этом и это еще не все я раньше показывал еще страшнее мне стыдно повторяться это не саженцы это дрова и поставили сюда притоптали и на рынок а это чистый стопроцентный обман ваших коллег да кстати я могу вас поздравить вы принесли это пользу не пользу но вы спасли темирическую от позора они используемую фотографию назвали абрикос серафим с моего сада моя фотография назвали успех придумали ему биографию размер плодок все 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 это самое всю характеристику придумали только они знали что это моя фотография и когда я пару раз рассказался исчезла я смотрю захожу на сайт нету моей этой фотографии моей исправились нет у них здесь они теперь не свои фотографии они мои убрали и другие ах вы не верите не верите а давайте-ка ребята это что у нас ребята в языках ну по порядку лаборатория плодоводства их наши быстрее кого-то туда чтобы так вот не садили представляете выращивать на черном паре и это подмосковье где температура 30 бывает и 35 раз 10 лет и 40 где-то смерть верно разве на черном паре плодовая в середине россии можно выращивать лаборатории я еще понимаю одно допустим вы вырастили сотню так 95 замерзли и вы говорите нет мы специально их поставили такие условия чтобы почти все замерзли но 35 осталось все мы провели селекцию теперь мы те 35 будем нажать а эти пускай подыхать вот есть специально дали им подохнуть на черном паре вот так бы я еще понял бы но это я за них не выдущик это тоже ваши анти-вязики с ума сошли мне вот этих ребят жалко хорошие ребята они поступили теми разве чтобы стать настоящими учеными почему учеными потому что здесь не просто написано есть написано летняя школа по селекции вот они будут вот так летняя школа и все это по передохнет вот это есть эти они не знают что черный пар исключен что здесь должен быть этот самый дёрн да какой мощный дёрн все не каждая трава до стакана ребят жалко вы понимаете что они выйдут оттуда они их не в один колхоз знаете для чего они нужны их много каждый получит диплом ну допустим агронома ли он сам у тебя диплом агронома кажется да не помню конце дипуты агроном вот и выпускница это кажется диплом университета красноярского на них уже учили теме тем более ты у нас и лавриат или стипендиат и ты у нас еще и это самое сотни или две научных работ когда-то успевал я не знаю в день по работе делать вот так вот или в неделю так вот эти ребята ничего не умеют они даже от меня впервые услышат что вот это вот все дерьмо потому что они изувечили они с голыми корнями будут садиться они а это вот когда вот такой вот посмотрите внимательно как бы таких деревьев допустим трехлетка у них объем корней порядка метр вот показываю вот так судите вот так порядка метра это самое малое а теперь его выкопали вырубили чтоб она в горшок пошло они не то что там много-много этих гибких корней они как-то туда пихивали пихивали но 90 процентов остались конечно за пределами то есть 90 процентов были отрезаны отрублены так что вы продаете ведь вам же кому-то надо будет не только этим заниматься кому вы нужны с таким знанием помните этот фотографии а второй раз не смог найти трое ребят позирует делают вид пятилитровый горшок примерно 4-х лет четырехметровое дерево вот с таким штампом запихивали вот такой горшок то есть еще еще три раза больше то есть такой горшок горшок был меньше в два раза а саженец был больше в два раза то есть он занимался корни три кубических метра опихнули пятилитровый горшок и это их научили потому что это пошло на продажу кого вырастили а настоящая работа это я уже сто раз говорю чем нужно заниматься сибиряльской академии вот это же летняя школа по селекции а что вы знаете про эту селекцию что написала ваша это повысить сибиряльцы моему брату выпускнику сельхозуга что она написала до железова передайте железову а дальше цитата 1930 год и визуализация же наука все это значит что эти выпускники не знают ничего это что ездить на океан на запорожце не на мазе не на этом самом не на лексусе не на хотя бы на который сейчас не очень-то ценится мерседес подумаешь нет на запорожце сколько вы будете таких выпускников выпускать и наконец почему я рад что она закрылась как там свой профиль вот увидела фотографию тут я на повторюсь фотографии искать не стал увидела фотографию все больное несчастное причем она не знает она решила надо до конца и искалечить обрезка на раскрытие чаши поняли да туда солнце попадал вот так вот вот пожалуйста а реакция этих людей обывателя класс уй молодец какая научила не будет загущение вот я вам приготовил только одну фотографию смотрите чем она заключается это мой сад так это мое дерево называется она венгерка грация красивое название я у этой венгерки грации отрезал только одну веточку это молодое дерево они болеют когда их режут у меня есть постарше дерево я несколько десятков черенков продал вам а какие плоды у вас будут вот такие вот только учтите опыление 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 посадите три дерева все грации и не будет полношения вам нужна венгерка богатырская венгерка сорочинская любая венгерка вот еще был пять деревьев восемь и вот тогда только выражают запомните это так вот смотрите я срезал только одну ветку вот она это я все пытаюсь не доконять как сказать докричаться до этих чтобы они не просто они бред принесли огромный вот научив а они теперь это передали но если на канале миллион с лишним подписчиков а потом они как подхватили эту легко запомнить отрежьте эти 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 чашу вырежьте помните смотрите единственная ветка которая умирает я обошел дерево вокруг все ветки целы никаких следов ничего нету смотрите внимательно чтоб вам виднее было видите синие пятнышки это я обрезал вот а на ней уже а ей еще плодоносит рано это трехлетнее дерево на четвертый год заплодоносит и тут получается так первое это вам не юг и даже не дагестан и так венгерка это достаточно капризное дерево вот у нас она растет в самых благоприятных местах возле не все в городской сердце рядом с городом так очень дальше попробуйте каждый год за 40 помните вспоминал на унисейку каждый год за 40 там уже расти не будет это я сразу говорю а теперь смотрите внимательно и так только одна ветка у которой отрезали знаете на прививку два черенка вот она только она дала побег не побегает вот вот он могли сразу не заметить только она преждевременная обрезка дает ранее подношение это используют специально но если селекционер скажет мне не перебрежать не 75 лет вот мне кстати через несколько дней будет 74 не 75 лет некоторые мне звонят саша меня не 78 лет последняя дама настоящий специалист кандидат наук там это самое работает в таком этом самому то я уже за 80 таком престижном вузе работает она решила стать садоводом да вот я должен ей сказать что допустим до чего нужно но она специалист кандидат это только знаете вот слова матер можно применить к ученому можно матер такой ученый вот и она поддержит меня и мы их кусочки заказала вот есть такие люди вот хорошо если молодые а молодых кто научит а и вот она получается так если ты селекционер то вот видите плод можно искалить дерево получить сэкономить году но это если ты селекционер и хочешь сэкономить а нормального чеку вот этого как я я двоеточки убрал две веточки обрежу вся ветка скелетная мертва согласитесь да пыталась плодоносит но уже все это плод неполноценный кстати вот я хотел сказать почему нельзя режет просто так вот захотелось вот абрикос требует ежегодно требует узнать и других местах абрикос нуждается воду с утра до вечера так хочешь чтоб его резали а потом по стволу течет вода и сгнивает штамп об этом не знает никто и вот он пожалуйста яркий пример к чему приводит самое безобидное всего две веточки срезал а если бы я срезал бы и 10-20 вот видите закончилось мое время закончилось ну еще пару минут смотрите всегда когда вы сможете это мой сад это обыкновенный абрикос я сейчас и не вспомню каком я просто за одну ветку сфотографировал иду себе фотографирую ну как тот хакас еду по степи трава зеленая я и поют трава зеленая небо голубое я и пою небо голубое я подскажу к этому дереву вижу горизонтальная ветка плода но что будет потом что мне теперь все ветки гнуть запоминаем еще раз десятки фотографий сотня уже сделано заготовлены для будущих мир если вы ветку наклонили до коридентального положения она на воду раньше заплодоносит но потом выбросит вертикальные ветки и пропустит урожай ясно солнце командует солнце его ее программа требует расти вверх если она растет вверх не надо наклонять она даст боковые ветки сама вертикальная ветка даст вот это вот вот это а потом еще урожай еще раз теперь и не нужно никаких обрезок которые что делают и нужно резать ради обрезки потому что это страшная вещь заканчивать два часа а нас скажу это все меньше и меньше меньше и меньше но еще скажу когда я говорю у меня минимальный заказ тысяч рублей а мне не надо 70 косичек и вы понимаете что надо еще чтобы их они вырасти 70 их может быть 20 30 50 обычно от 50 до 100 процентов но неужели нет соседей неужели нет друзей которым вы возьмете проведите вот у меня есть фотографии если не могу показать вот здесь вот да вот здесь в этом на телефоне вот я не могу их вам показать почему а там густо что мне делать ну почему сам человек не может догадаться есть соседи для любого врага подарите ему саженец он будет вашим другом а то есть куда я 70 деревья буду делать еще вырасти 70 внутри 40 50 это нормально и у меня здесь уже сколько таких примеров на этом на телефоне на вассапе еще зацепить эту тимиражику еще скажу пару слов и все когда есть так называемые овечки доля вот это вот размножение это из клеток веточный материал он берется просто из ветки вот взяли ветку отрезали давайте так раз это копии раз это овечки доля вы знаете все врачи нет тогда получается так если это когда-то и предлагали заведовать таким этим я еще раз дочит рассказал на этом наше другое кончится далее когда тебе предложили возглавить вот такой вот из этих из овечек доли саженцы которые еще и продавать так вот еще раз пусть все знают есть и берется ветка это сам превращается в пульпу то есть размалывается превращается в пульпу из этого пульпа из этой каши получается тысячи тысячи маленьких мелких маленьких мелких микросаженцев они имеют и корень и крону вот это самое удивительное на свете это значит никакой не было этого самого случайного из молекул вслепания и корни когда-то не родилось это не было чарда Дарвина не было его идеи то есть его идея не верна потому что уже заранее готовое дерево заключено в клетке как оно туда попало это вам не это не Дарвин это вам не эволюция эволюции не так не бывает когда внутри клетки готовое дерево готовое дерево и вот что получается если одно я говорю на практических словах да я отвергаю для меня это так нормально вот я отвергаюсь за Дарвину какой бы ни был гений он не прав значит по крайней мере растение может он не прав насекомым не прав безобразной гусеницы сидит готовая бабочка с яркими крыльями неописуемой красоты при чем тут Дарвин если бы это бы как ее назвать там если бы эта гусеница прыгала и у нее отрастать крылья ну допустим убегая там от этого от воробья крылья но у нее полностью весь геном находится внутри безобразной гусеницы красавица бабочка это тоже Дарвин отвергает в растеневодстве вот это Дарвин отвергает и тогда что остается нам к сухому остатке итак это все так называемые овечки дони вам понятно родились без папы и тогда получается следующее если взяли ветку которую перемололи на пульпу поместили в питательный раствор вырастили с помощью вынули оттуда с помощью пинцета микрорастения посадили получили если ветка была заранее дикая на хрена они нужны так нет ведь считается прошла проверку в это эта ветка или этот дерево с которым она взята не имеет никаких болезней прошла лабораторное исследование она идеально это идеальная ветка замерзает при первом же морозе если она дикая на счет то нам нужны вот такие плоды если она полу культурная тоже а если она культурная она замерзнет и ведь все равно умудряются 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 не только кустарники да занимайтесь как хотите они подседятся под снегом но не лезьте вы в эти самые штамповые деревья с этой идеей сколько времени потеряно сколько сил и ведь занимаются потому что с них спрос то нет все высказался это почему это все теми не лезьте меня язык и прочее